В минувшие выходные Думская площадь превратилась в место общественного питания. Прямо у стен мэрии были установлены палатки с едой и сувенирами. А на ступеньках здания выступали детские коллективы, артисты и даже баскетбольная юношеская команда. Все это действие городские власти назвали осенний фестиваль. На этом празднике жизни побывали и наши корреспонденты. На Думской площади запахло жареным, причем как в прямом, так и переносном смысле. Дабы народные депутаты, как обещали, не смогли установить у мэрии свои палатки, сама мэрия решила занять пустующее от горшков с питуньями, пространство палатками с сувенирами и едой. Депутаты тоже были, правда, не народные, а местного разлива представители карманной партии Геннадия Леонидовича, верные помощники и защитники тела нашего головы. На вопрос, почему вдруг Думская стала местом торговли, соратница Труханова, в том числе по строительной деятельности директор ПИК-строя Марина Лазовенко, не моргнув глазом, соврала, что такие ярмарки для Думской дело обычное. Думская всегда проходила и выставка цветов была, теперь ярмарка. Мы, как одесситы, хотели бы каждый день, чтобы здесь проходили такие ярмарки, особенно в выходные дни, когда прекрасная погода. Еще одна защитница Труханова, депутат Ясинович Анна Жукуценко, уже одним костюмом из плюшевого леопарда могла навести священный ужас на врагов Труханова. К тому же он отлично вписался в общий образ ярмарочной Думской. Как, впрочем, и глубокая мысль госпожи депутатши уверены, что именно так должна выглядеть настоящая Одесса. Наконец-то тепло, пусть одесситы отдыхают и продолжают наслаждаться. В Одессе всегда были традиции ярмарок, и их нельзя бросать и уходить. Пусть отдыхают гости нашего города. Вот такая Одесса. Да уж, как говорится, ума палатка. Стараниями городских властей Думская превратилась в точку общепита. Причем такого общепита, где особенно не заморачиваются ни гигиены, ни эстетической составляющей. Центральная площадь стала, как бы помягче сказать, придорожной забегаловкой. Кому было хорошо, так это продавцам шашлыков и люля-кебаба. Еще вчера и не мечтавшим, что благодаря мэрии Думская станет местом торговли. На Думской же первый раз прогулки. Везде первый раз, да. В этом, на Думской первый раз, да. Как вы считаете, хорошее место для таких ярмарок? Очень хорошо. Очень много рыбы. Наверное, хорошо, нормально. То, что надо, да. Густой дым от готовящихся шашлыков вклубился над площадью. Из-под импровизированных навесов текла грязная жижа использованной воды. За пластмассовыми столиками что-то жевали граждане. Ну, а те, кто не мог себе позволить, шашлычок за 80 гривен довольствовался чаем и бесплатными танцами под забывание приглашенных артистов. Мы приехали подышать морем. Соседка, подруга. И мы, ну, едем подышим чуть-чуть морем. Мы приехали и попали на праздник. И подышали шашлыками. Да, мы сели там, Дымок на нас идет. Мы чай купили и пьем. А на другое что? Не, ну, не потянем. А вот коммунальщики, прибывшие на ярмарку в принудительном порядке, не могли себе позволить даже чай. Сотрудники ЖКС Вузовский не получают зарплату уже три месяца. Так что заставить людей в выходной день сидеть за пустым столом и глотать слюну от запаха шашлыка, согласитесь, это настоящее издевательство, причем в извращенной форме. Недовольные работники ЖКС Вузовский. Вузовский третий участок, да. Не платят зарплату. Не платят, уже три месяца. А чего вы сюда пришли сегодня? А нас выгнали сюда. Мы сидим без воды голоден, с 11 часов дня. Чтобы не было никаких беспорядков, да? Вообще сегодня что, этот праздник вдруг устроили? Я не знаю, я не знаю, что за праздник. Нас выгнали, мы встали в 5 часов, вот что выгнали нас. Мы приехали сюда сидим в голоден. Я принесла до Зураба, он нам 30 рублей. Понятно. Значит, 30 гривен дали вам. Вы поддержали мэра, наверное, чтобы не было беспорядок. Да, я еще побачил того мэра, я ему напхал, знаешь, сколько. Да уж, всего 30 серебряников, в смысле гривен, как-то дешево оценили поддержку населением Труханова. Несмотря на то, что покупательская способность посетителей ярмарки была невысока, количество людей было необыкновенным. Сотни бойцов из муниципальной охранки, полиция, нацгвардия, тетушки РГБ, автомайданы, самообороны, включая лидеров этих организаций. В общем, фестиваль или люди? Мы будем разбранять будь-якие предстояния. Позиция самообороны – разбранять будь-якие провокации. А что Синчакова? Они можно вливать. С кем? С Синчакова? А, ну, мы все равно, чтобы его вышвырнули. Палата, вы уже с COVID не будете? Ну, вы знаете, отверто скажу, на контакт идут, перемоги не ведутся. Тому пока что, если бы они шли в глухий кут, может, мы поставили. Пока что, отбываются постоянные перемоги, постоянно шукаем варианты, механизмы, решим эти вопросы. Тому пока что такие радикальные меры мы не поддерживаем. Все это смешно, если бы не было так грустно. Это совершенно абсурдная ситуация, когда патриоты ведут переговоры с мэром сепаратистов и охраняют покой палаточной ярмарки, организованной, между прочим, тем самым вице-мэром, против которого они переговариваются с Геннадием Леонидовичем. От всего происходящего на Думской хотелось просто схватиться за голову, причем за городскую голову, и схватиться так, чтобы в следующий раз, ну, просто ради разнообразия, наше городское руководство перестало бы выставлять самый юмористический город по смешищам и перед туристами, и перед одесситами, как было заявлено на будке с закусью и винищем, с дрогнем. И действительно, как не содрогнуться при виде такой Одессы, растерзанной и изнасилованной этой властью.